Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 90. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 10 марта 2016 года. Дальше прочитайте. Мы каждый раз считаем. Большой сегодня материал. Вот так, коротко прочитайте. Дальше я не бываю в ВКонтакте где. Модераторы там на них выходят. На странице есть в ВКонтакте, на Одноклассниках. Вы сами заходите на форум. На наш форум. Мы покажем его. И тут задавайте сами вопросы. Там вопросы могут стоять очень долго. Пока там администрация сунется. Все заняты работой. Ну и объявления. На наши ролики большие. Нужно дать краткое содержание. По минутам, по стихам. Смотрите, считайте о чем тут написано. Наши объявления какие есть. Просчитайте. Затормозите вы себя. Будете считать. Ну и здесь. Просчитай вот это. На нашем сайте Восфетии Библии все аудио и видеоматериалы перевести в эти форматы позиции. ПДФ. Чтобы помогли. Кто-то занялся этим. Помогите. Просто мы не можем это сделать. Помогают люди есть некоторые уже. Вот идут занятия. Просчитайте где-то. Затормозите и выходите пораньше. Сегодня пятница. Как раз можно будет. Вот некоторые я даже не успел просчитать тут. Сегодня большая тема. Я решил узнать, как люди ответят. В истинном православии у нас книга есть. И в ней материалы большие. Ну, насчитать просят. Надо или не надо этим заниматься. Говорят, надо даже не спрашивайте. Надо. Ну, надо это большой материал. И поэтому у меня утреннее вот это. И эти материалы. Поэтому ролик может быть длиннее. Считай. Милений Белгородский. Дорогой брат Игнатий Тихонович. Нам с женой очень нравится ваш канал. Нам нравится смотреть ваши ролики. Слушать ваши рассуждения. Читать стихи. Любоваться природой Алтая. Мы евангельские христиане-баптисты. Вы всегда положительно отзываетесь о нас. Поете некоторые наши псалмы. Что вам не подходит у баптистов, так это отсутствие рукоположного и священства. И поэтому мы не церковь. Вы говорите, что только пять ветвей христианства имеют связь с первоапостольской церковью. И баптисты туда не входят. У меня вопрос. Как же может тогда дойти через года рукоположения до православных и католиков в наших дней? Или армян с коптами и сирийцами? Если мы знаем из истории, что были и другие времена, когда папство орудовало инквизицией и крестовыми походами. Ну, папство у себя орудовало. Все это уже описано. Сразу отмечаю. Ну и что? Епископат-то оставался? А в православии они не орудовали. Григория и армянам не имели отношения ни с коптом, ни сирийцами. Орудовал у себя где-то. Ну, вы зазираете их из-за чего-то. Ну, тогда есть другие. Придите к православию. Православие при коммунистах вместе с пятым делом предавали истинно верующих в тюрьмы, и многие никогда не вернулись. Да. Петр пишет в первом послании, в второгладии от стиха, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ну, правильно, тут ничего не скажешь. Потому что сказал он. Ну, что это, разве уничтожает священство? Исход, девятнадцатая голова, шестой стих, говорится, вы род избранный священством. Весь Израиль назван священством. Но только отдельные люди, которые призваны были быть священниками Бога Всевышнего, приносить жертвы. Жертвы кровавые. Левее на колено. А весь народ назван священством. Так и здесь. Бог избрал по чинам Эль-Хаседека. Никому больше это не доверил. У Бога не так, что любой пришел, а мы двое или трое собрались. Не собрались, а собраны. И по слову Божию должно быть. Вот отлично. Тут сложнее намного все. Но вот как помазывали, не помазывали, сколько травы, какой, как сделать. Ну, все известно, рецепт. Ну, бери и делай. А дальше стоит, кто сделает подобное и помажет, да будет предан смерти. Под страхом смерти. Самое страшное наказание за отделение от церкви. Шестнадцатая глава числа. Это не мое. Я не могу упустить что-то из Слова Божия. Кто отнимет что-то, Господь сильно предупреждает об этом. Предположим, вы получаете электричество по теряевку из Корчино. И там даже на карте Google Maps видно, что идут столбы и тянутся провода. Представьте, шли и шли провода, потом вдруг пошли веревки, колючая проволока, канаты. А потом опять провода. Вопрос, что вы получите у вас по теряевке? Будет ли электричество в грозетках и свет в лампочках? Не будет, да. Это не будет. Не так ли с рукоположением через века? Спасибо, ждем ответ. Пусть Бог вас хранит и благословит. Ну, вот эти веревки, колючая проволока, это там, где не сохранилась епископа. Хороший пример сказали. А вот у православных, отойдет от Андрея, от апостола. И по порядку, епископы, следующие епископы, не священники. Бесяков, прикословие меньше благословляется большим. А у еретиков, сектантов, они никак не могут ниоткуда получить. И они понимают это. И необходимо просто прийти, договориться и быть рукоположенными. Это можно сделать. Вот остается упрямство только одно. А вот у православных, у Григоряна-армян, там нет веревок. Оно друг от друга так и идет. Мысль хорошая. Ну, я не могу скрывать этого. Я говорю, вчера ролик был, тут написано, что самые близкие к православию это баптисты. У них учение чистое. Учение о Троице, о Душе, о Вечной Радости, о Вечных Муках. Но толкование свое. Вот этого не надо. Есть учителя, поставленные Богом. Дальше. Юрий Соболев, Светофильтр. Миром Игнатий Тихонович и всем братьям. По поводу, начитать или нет к истинному православию. Здесь даже вопрос не ставлю. Лично я, конечно, начитать, ежели есть расположение возможностей силы. Да благословит вас Господь на этот труд. У меня вопрос под вопросами. Что такое премудрость Божия? Еврейская хокма. Чем особенен статус премудрых Израиля и Евсаламон? Ведь это не пророки, не священники. Можно ли сопоставить библейское понимание мудрости и языческое, греческое софия? Философия. Отвечаю. Что касаемо еврейской хокмы, в кавычках, то в счет таких не брать из страны Аркадии. В Святой Библии слово о мудрости упоминается в пятьсот сорок три раза. И чтобы дать точное определение этой, Софии следует не на Софии нежиться. На диване. Софии нежиться. А нужно практически всю Библию поднять, перелистать, прочитать, запомнить и классифицировать. И сойдется все на Соломоне и закончится на Христе, виноградной лозе и на Духе Святом Утешителю. И дальше прочитайте, какие места я беру, доказывая это. Вот она. Понимаете? Никакие там другие, кто ответы дает священнике, они никогда этого не делают. Никогда. Почему? Потому что он показывает в себя свои знания, академии. У меня ничего нет. Я у ног Христа сижу, что Дух Святой сказал. Вот читайте. Ну вот это, хотя бы одно место прочитаем. Варух. Варух сыновья Агари искали земного знания. Равные купцы Берли, Фимана, не познали и не затмили стезей ее. Не заметили стезей ее. Но не их избрал Бог и не им открыл пути премудрости. Вот и все. Агари это люди неверующие. Люди за пределами церкви. Считайте, что здесь написано. Дальше. Мудрость это не образование, не живость ума только. И дальше посмотрите, что об этом говорит. Премудрость сиараха. Иисус сиараха. Дальше. А от чего мудрость начинается и куда ее потребить? Вот эти места теперь читайте. Дома затормозите сейчас, а потом просчитайте. У меня времени нет на это. Юрий Соболев, поклон и благодарность вам, Игнатий Тихонович, за этот ответ. Вчера в своем ЖЖ отец Андрей Курай опубликовал интересный текст. С канонической точки зрения вся русская церковь была основана разбойно. То есть, ну, не с Михаилом пришли, а там католики вмешивались, которые к себе епархии. Об епархии, не о рукоположении даже речь идет. Первым патриархом, который был. Вот здесь все, прочитайте. Большой материал. Прочитайте когда. В каком? В Киеве. Альберт посетил, Атон направил. Дальше. Пожалуй, и с Константинополем это не было согласовано. Вот так. Дальше. Вот это все нужно прочитать вам, чтобы понять, что там Андрей Кураев говорит. Когда прочитаете вот это, греки, в каком году там было. Это все за кому епархия принадлежит. Каноническая территория. Об этом речь идет. У меня бы рукоположение. Я отвечаю на это. А мне это вовсе даже мимо. И любая версия стоит того, чтобы ее сдула истрепанная страница с голубиным пометом, как с рукописями Матавилова, с воспоминаниями о Серафиме. Андрей недавно откопал об инквизиции, что и не было где вроде ее такой, кровожадной, что 12 миллионов погубленных это вполне опровержимо. Трупы за себя не заступятся, а пахнут они везде одинаково. Ночь хрустальных подсвечников не блазнится археологам. Они не могут дремать над своими теориями, ожидая повышения в степени звания. В свое время газета «Известия» писала, как в Алма-Ате стоял огромный валун с надписями древности. Валун этот обнаружил пастух. И на определении времени его возникновения и надписи уже получили две кандидатские и докторскую. То есть снимали фильм там где-то в степях, в Казахстане-то. Ну и на камне надо было вытесать какие-то имена. А там пастух нашел, а ты сообщил. Там большой кран пригнали и утащили его. И там в университете стоит он во дворе. И теперь начали доказывать, какое время, в какое, что. Да, но... Но вдруг пришло опровержение. Один из участников фильма сказал, что это они сделали надпись 6 лет назад для съемки фильма. И уже было это доказано с абсолютной точностью до месяца. Но получившие должности уже не могли попятиться от своих зарплат и званий. Они с копом все стояли насмерть у этого камня-кормильца. Ты будешь какой. К спасению эти открытия из пустого багажа не относятся. И поэтому копья пусть годятся для лучших схваток, нежели за мертвые всхлипы по мертвым. Кто глубже копнет могильный тлен. Это я ему отмечаю на это. На древ раскопал. Юрий говорит. Игнатий Тихонович должен указать. Опять скажут не хваливаю. На еще один ваш несомненный талант. Стилистический талант в филологическом смысле. На это обратил внимание еще когда читал для Слова Божия. И всякий раз читая ваше развернутое письмо нахожу тому подтверждение, как и сейчас. Благодарю за разъяснение Кураевского текста. История это его любимая тема по собственному признанию. Конечно, все описано ими имеет дело у спасения никакого значения. Александр Ветров. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня срочное дело к вам. Можно по скайпу к вам зайти? Я общался с сектанткой и яговисткой. Нужна ваша помощь. Ну вот так. Это мы как раз вчера говорили. Это будет ролик такой. Мы уже переговорили с ним. Ну давай теперь мы посмотрим, что у нас здесь есть. Ну это у нас все. Это мы на этот вышли. Это новый вышел человек. Так. Минутку. Надо показать свою страницу в моем мире. Вот она. Что-то не идет. Заклинило. Ну вот беда какая. Тут времени нет, а она свое. Ну вот беда какая. Ну ладно. Надо закрыть сообщение. Так. Это у нас что? Что-то у меня все сбило. Так это тут переменило. Вот это система какая. До того мне не нравится вот это. Ой-ой-ой. У меня все настроено было. Это что одно и то же. Все заменило. Видите как. Никого не спрашивает система. Где тут это? Вот мой мир страница есть. Где вот? Мне нужен. Вот мой мир. Мой мир это вот он где. Мне-то нужен сейчас этот форум где. Где тут мой форум? Вот он форум. Вот пока разговаривали. Система сама все это переменила. Ну как это так? Без хозяина. Хозяин еще и тут. Дальше. Сейчас посмотрим. Теперь видите сколько время я потерял. Все было поставлено. Утром встал рано. Зарядил. Ну и никаких причин не было чтобы. Вот оно. Давай дальше. Михаил Тронин. Потому знают все что вы мои ученики. Если будете иметь его между собой. Не менее статуса. Меняй себя. Игнатий Тихонович. Не только вы. Но и ваши замечательные фотографии. Приносят людям пользу. Спасти Христос. Игнатий Тихонович. Ну понимаете. Вот фотография. Ну к нам столько фотографов едет. Знаменитый. Участвующий в международных выставках. С такими наградами. И вот РИА Новости. Снимает. Снимок занимает первое место. И кто бы ни снимал. Они находят. Это не мы. Это фотографы. Это на Голубятне. Вот это вот стоит. Это 9,6 метров. 60 сантиметров. Ну почти 10 метров над уровнем земли. Там дорога идет. И вот он меня просил. Залез на самую крышу. Тут даже Масленников был. С таким обыкновенным. Не цифровым. Он снимает. У патриархии. Там где патриарх служит. Прям в алтаре. Там кто-то загундел. Он патриарх России. Он говорит. Не трожьте. Пусть снимает все. Это история наша. Дальше. Кто уверовал в Бога, тот не должен колебаться сомнением, что потерпит лишение во время своего служения. Маловерные же, не имея твердого упования на Бога, осуждаются как неверные. Преподобный Ефрем Сирин. Дальше. Роман Роман. Игнатий Халлический. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как у вас обратились ИПХ, истинно православные христиане. Я уже об этом говорил. Как? Как? Как это делает Бог так? Как обратились? Вот услышали, где-то они были. Ну, это более ранний период, там, где-то к 80-м годам. Ну, один человек был. Она тут приехала, безродная бабушка-то. Ну, стали беседовать, ее Бог открыл. А она очень насчитанная была. Это малограмотная. Сообщили другим. Приезжает за ней двое-трое. И они услышали, остались. Как Юйка дошел там, наводить порядок-то. Посыль не доходит. Дошел, не возвращается с ним вместе. Приезжает 7 человек, и эти остались. Тогда приезжают остатки. И так 32 и приехало. И все обратились. Ну, и сразу пошли мы. Это Московская патриархия. Они были без паспорта. Ребятишки в школу там не ходили. Тут все они вышли, паспорта получили. Одна Раиса Шишкина стала патриархией здесь. Настоятельницей монастыря. Потом она Ксенией стала. Вот так. Ну, как? Бог делает. Это человеку нельзя делать. Но это тронуло очень сильно сотрудников КГБ, которые меня курировали все время. Они на работу ко мне приехали. Беденко. Александр Семенович. Дескать, как бы сделать так-то. Вот у нас много таких. Вот диабаза. Такие люди. Старообрядцы-то разбросаны. Вы бы с ними могли поработать? Я, конечно, смог бы. Ну, а мы бы сделали так, чтобы вы как бы попали туда. И нет, с вами не будет связано. Почему? Да вы меня дорогой столкнете и убьете. Да вы что? Да вы как можете говорить так? Ну, до свидания. Так и не получилось. Это Господь делает. Я не ищу никого. Они сами на меня люди выходят. Вот у меня телефон, я никогда не звоню. Один раз, может, в год, когда машина где-то застряла. Кому надо, позвонит. У меня нет денег, не на что ездить. Дальше. Закир Ахимов. Игнатий Тихонович, какова точка зрения Библии? Должна ли взиматься плата за религиозные службы? Ох как, за службы. Нет, конечно. Десятина. Посылая апостола проповедовать, благую весть, исцелять больных и даже воскрешать умерших. Иисус сказал, даром получили, даром давать. Да, ну, трудящийся достоин пропитания. Дальше. Поэтому его истинные последователи за свое служение не берут платы. Более того, сам Иисус подал пример. Он служил другим, не ожидая, что ему будут за это платить. Ну, однако, ящик был, куда деньги ложили-то, не забывайте. На что-то они питались. Ну, из ящика там поставили банкира, там он ворует. Ну, что спрашивают с него евреи, иуда. Следуя примеру Христа, апостол Павел совершал свое служение безвозмездно. 1 Коринфянам 9.18. Когда он нуждался в средствах, то трудился, изготавливая палатки, деяния 18. Да, да, да. Вот почему он мог сказать о себе и о своих сотрудниках-миссионерах. Мы не дорговцы Божьим Словом, как многие. 2 Коринфянам 2.17. А вот как раз это не торговцы, этого нет у Коринфянам. Просчитайте. Я признаю только синодальный перевод. Если вы с таким переводом заходите, у меня разговаривает нечто. Я вижу, что объяснять вам надо, почему. Даже близко не признаюсь. Считаю, это как богохульство какое. Апостол Павел там не говорил, на это я не отвечаю. А наоборот. Наоборот, берут за это деньги. Неправильно. Десятина устранили. Десятина это благословенная святая Божья. А торговля это то, что Господь вышвырнул. Наоборот, сатана сделал. Вот где. А что работали? Нужно было. Павел собирал. Ему собирали? Да. Его обеспечивали? Да. Это мы считаем на острове Мелит, там где принимали. Везде было да. Но он работал своими руками. Пишет. Я хорошее. Игнатий Тихонович, сколько раз в день в неделю первые христиане служили в службы? Какие? Приведите цитату. Никакой цитаты нет. Служба была. Такого слова они не знали. Ходили в храм, молились. Теперь о себе сказать. Я хорошее. Это у братьев Бондаренко. Они там о зверях писали. Как рассказы такие. Бобер решил жениться. Ему сказала ворона, там внизу по чещению. Бобриха одинокая. Он взял прутик и на воде написал. Бобриха, выходи за меня замуж. Я хороший. Ну и мимо проплыла эта вода. Вот ты хороший человек. Ну имя, ты есть фамилия, фотографии. Ничего нет. Поэтому таким отвечать даже нечего. Николай Егоров. Игнатий Тихонович, может ли священник заработать себе на жизнь без обманов простых и слабых людей? Может быть. У меня брат священник и никого не обманывает. А наоборот дает. Держит овечек. Он пастух сам на поле пасет. А вот я слышал и узнал точно. За рубежом был в Америке. Они там почти, чуть ли не все священники на малых приходах. Они работают на государственной работе. Его вызвали где-то. Он договаривается. Можно пойти там где-то. Требу какую-то совершить. Все работают. Вот это Александр Миллиант. Он в НАСА работал. Какой уровень? То есть космическая программа где? Потом стал аргентинским епископом Миллиант. Николай Егоров. Игнатий Тихонович, что нового привнесло христианство в жизнь в людей? Кроме обещания загрудной жизни. Это мало обещания. Так это действительно так. Оно дало смысл, что мы искуплены. Христос пришел, чтобы искупить человека, выкупить его. Он мертвый был. А что дал тот, кто мертвого сделал живым? И что дало то, что человека смертного сделают бессмертным? Это вопрос вообще даже не подходит к христианам. Вы этот вопрос можете задавать по-другому. Там Мануил этот ответил, про мусульман. Ну что принес Магомед другой, кроме убийства, кроме крови, кроме вырезывать все подряд? Вот это, знаете, они напали. А в христианах проще это говорить. Татьяна Игнатий Тихонович, каких благословений от Бога вы ждете больше всего? К чему может побудить любовь Бога? Ну, благословение, надо знать, цель. У человека первое, это родиться свыше. И второе, быть Вадимым Духом Божиим. Ну, раз рождение, раз совершилось, его нельзя уже повторить, ты родился. А второе, стяжание Духа Святого. То есть, больше доверия, как я образно говорю, войти к Богу, разрешить голос Божий, познать волю Божию и творить ее, то есть, исполнять святые заповеди. Это больше всего. Ближе к Богу быть. Ничего выше этого больше нет. Дальше. Вот оно, что тут? Такой-то цин-цин. Игнатий Тихонович, что бы вы сделали, если бы узнали, что вам осталось жить одну неделю? Да, почему одну неделю? Один час. Ну, меньше часа. Я на корабле работал, беседовал с моряками. Я говорю, вот сейчас у тебя цель есть, ну, как друг от друга берут, сына родить, дом построить, дерево посадить. Ну, родил сына, а он вырос наркоман. Дом построил, он у тебя сгорел там, или еще дерево это вырубят. Вот осенью, вот тут я живу, мы березки привезли, выкапывали, полили. Утром встали все до одной березки, вот такие большие березки были уже. Утром все сломаны и исковерканы. Ну, никому оно мешало, дерево, дерево, что перед окном у меня. Никому не мешает, ничего, за тротуаром тут. Ну, вот и все. Я говорю, а сейчас нас смыло за борт. И что мы будем? Ну, еще утонули. Ну, а цель достигнута? Ну, конечно, нет, я еще не женился даже. Цель должна быть достигнута в любом случае, сейчас атомная бомба рванула, а мы должны цель достичь. Это спасти не жизнь, но душу. Быть примиренным с Богом. А уже смерть, когда будет, ничего не меняется. Я знаю, что я смертный, каждый день готовлюсь. Через неделю, через день. Я каждый день молюсь, Господи, приготовь, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми. Поэтому еще поздно, там может еще позу разную принимать-то. Он смерти-то боится. А который верит во Христа, нет, смерти нет, есть жизнь. Где есть Христос воскрес, там смерти нет. Ломк Игнатий Тихонович, кто решает, какой отрывок из Писания понимать иначе, а какой составлять как есть. Обилие разных трактовок одной и той же православной церкви у разных церковников наводит на мысль, что эта книжка совершенно бесполезна для людей. Не наводит меня на это на мысль. Я считаю Златоустов, 12 томов, Блаженов и Филахта. Никаких разных толкований нет. Одно толкование. Толкование должно быть такое, которое не противоречит ни одному месту Библии. Я этому отдал полвека, 50 лет. И скажу, что это неверно. Этого нет. Это вот такое вот разное маня-ваня, как понимает, это у протестантов, сектантов, у еретиков. А у православных этого нет. Все должны понимать одинаково. Даже самые сложные вопросы одинаково, если полностью раскрывать. Я не просто нужное я вырву, а другое я замазывать буду. Я сегодня об этом буду говорить в теме о войне. Дальше. Калистрат пишет, Игнатий Тихоныч, почему в монастырях нельзя выпивать? Как же день рождения праздновать свой? Его праздновать, во-первых, не надо, Златоуст говорит, потому что день Ирода праздновали, и голова пророка была отрублена. А дальше в монастырях нельзя выпивать. А почему решили нельзя выпивать? Выпивают, у них по уставу это положено. Прохор Ерохин, 26 лет, Белосток, Польша. Игнатий Тихонович, что считается большим из этих двух грехов? Секс для венчания или рукоблудие? Очень нужен ваш ответ. Что больше? Ну если за то и другое ты будешь в огне гореть, что больше-то считать? Градусы считать? Ну скажем, в кара Божья миллион градусов, а в другом месте миллион и один градус. То и другое. Очень нужен ваш совет, не в моготу совсем уже. Молиться надо. Объяви пост. Не пей, не ешь неделю. Это и дурь сойдет. Ничего больше не надо. Другого оружия нету. Пост и молитва. И работай до седьмого пота. Джо, Нижний Новгород, Россия. Игнатий Тихонович, объясните, рай-то в земной или небесной? Почему священники отпускают перед смертью грехи и нужно причащение? Если все на задравну, люди после смерти попадают в могилу, ад, где нет ничего. Я вот Осипова послушал и Кураева. Осипов говорит, смерть она вечна, но не бесконечна. А Кураев говорит, смерть она бесконечна. И нет конца. Я вообще запутался. В Ветхом Завете смерть – это обычное состояние души. Экклесиаст говорит о смерти и воскрешении плотском. А в Новом Завете говорят о Царстве Небесном. Как это все блин связать? Откуда взялась гиена огненная? А что за блин? Откуда он взялся еще? Блины сегодня масленицы. На масляном ему блины нужны. Гиена? Откуда взялась гиена огненная? Не знаю, откуда она взялась. По ней Писание говорит. От Бога. Устрашает он нас. Муха вечная, бесконечная. Что там Осипов говорит и правильно говорит, но однако написано так. Отвергать мы этого не можем. В одной строчке написано «Жизнь вечная, муха вечная». 25 глава Евангелия от Матфея. Так что попадает в могилу тело, а душа идет к Богу, мытарство. Православное учение у нас сто раз тут отвечено. Ну что тут говорить? Ну не веришь, не верь. Надо верить. Дальше. Михаил Пустыня. Игнат Тихонович, скажите, всякая власть от Бога или всякая власть насилия над человеком, как от соотносятся высказывания перед Богом все равны и всякой властью от Бога? Выходит, не все равны? Порошенко пришел на Украине к власти через революцию, пролитие крови. Является ли он властью от Бога? На востоке Украины держится уже больше года власть. Захарченко на Донбассе, являясь местной властью Донбасса, является ли она властью от Бога? Как определить? Почему вот вас интересует, какая власть? Бывает попущена власть. Это Бог будет решать. Вам дано только одно право молиться за нее. Порошенко. Мы не на Украине, в Сибири. Каждый день, каждый день молимся о Петре Порошенко, что Бог благословил его. Все. Меня это нисколько не трогает. А вот у вас такая власть, там Путин, он хуже сатаны, у вас там то другое, воплощенный дьявол. Что угодно говорите. Мне не положено говорить и поносить, написано, начальствующего не злослов. Я могу только молиться, и чтобы не было покушения. За Рамзана Кадырова, за Барака Обаму молимся. За Лукашенко мы молимся за всех. Это повеление Божие за старей начальствующих. Поэтому не советую вам определять власть. Он есть у власти сейчас. Не будешь подчинять, что он тебя накажет. Вот у меня этого нету нигде. С властями хорошее отношение. Вот. Пишет Loving Woman, то есть любит женщин. Игнат Тихонович, не вкушать мясо в последнюю сельмицу перед Великим постом. Откуда пошло? Ссылки из Библии поощряются. Все. Ну так, понимаете, вот у меня это все отвещено уже есть. Вот царь Ираклий борется с персами. Там седьмой век какой. И говорит, если я сумею победить, то мясо не буду есть. Там неделю. Ой, обещание какое Богу. Ну и в самом деле победа была. Ну как и Ефай-то. Кто первый выйдет, принесу жертву. А вышел дочь. А теперь что за этим последовало? Страшно сказать. Так и здесь. Ну какое отношение я к Ираклию-то имею? Я не воевал. Да и зачем было с персами-то? Хлестали шесть лет и пошел. Там шестилетняя, что ли, война у нее была. У меня-то все подробно описано прямо. Это Ираклий. Зарядите и найдете. Ну и все. Теперь решили так делать. Масленица разгульная. Ну такой принят устав. Мне это не вредно. Я мясо вообще в рот не беру. Не ем совершенно. Никакого. Ну и все. И вопроса же не возникает. Откуда пошло? Вот откуда пошло. Монахи все это придумали. Но оно есть. Я православный. И, говорится, в сторону рассуждения. Что тут? Правы католики, что все посты отменили. В канунах обязательными постами является только Великий пост, Среда и Пятница. Об этом написано в 69 правиле апостольских правил. Да. Ну и дальше что? Есть ли епископ? Ну и дальше. Я это знаю. Но это сам он пишет, заметит настоящее правило, что собственно... Я говорю, посты, особенно вот Петров пост, я привожу ребятишек, в деревню все есть, а я не могу первый месяц покормить, а некоторые бывает только на один сезон приезжают. Мне этот пост очень мешает. Но я православный. И разговор окончен. Мы там рыбой заменяем, пост такой легкий, в среду Пятница, растительного масла нету, значит нету. Строжайшее исполняет. Почему? Я православный. И вопрос снятый. Ваше рассуждение совершенно правильное. Ну а дальше-то что? Ну это мы между собой поговорили. Католики отменили. Ну пусть они и решают это. А сейчас, если отменят посты все, я за то, чтобы отменили их, оставили только Великие Среда Пятница. Но я буду все равно соблюдать. Я родился в этом, в старообрядческой, беспоповской семье, где все соблюдалось строго. И благодарю Бога, что это есть. Это привело, в конце концов, к знакомству со Христом. И к покорности. Ну дальше что? Он же пишет, Игнат Тихонович, выражение «страшный суд». Откуда взялось? В Евангелии такого выражения нет. Не знали ли вы крестьяне? И сядет судья. Вы считаете 12 глава книга пороха Даниила. Или там 24 глава Матфея, там 17 глава. Луки. И узнаете откуда. Вообразить невозможно. Когда Еприма Сирина, братья попросили рассказать, он плакал и плакал. У него борозды под глазами были. Как для нас дышать, для него плакать было. И дальше есть и слово о страшном суде. Страшно. Это страшно. Это смерть. Это вечное мучение. И далее он говорит, как воскресают мертвые. Как земля колеблется. Как горит небо, и земля свивается небо в свитах. Вся природа, все абсолютно заканчивается. Сгорит земля, все дела на ней. Все до одного мертвеца восстают. Дела каждого над ним. Проходить через огненную реку. И ангелы, и все на тебя смотрят с гневом. Ужас один. Силы небесные поколеблются. Это означает ангелы, архангелы в трепете будут. Вот откуда страшный. Другого слова человек не нашел. Но назовите его не страшный, а ужасный. Игнатий Тихонович, где в наше время правду искать? У кого сегодня монополия на истину? Патриарх Кирилл говорит, отрицая Божью правду, мы разрушаем мир. Но я еще должен здесь сказать про патриарха. За патриарха молиться надо только, а не судить. Вот сейчас напали на него. Католик и соединился. Предатель. Вчера один священник выступает. Это встретились два беса на папу. Это что такое? Что за выражение? Два беса. Патриарх бес и папа бес. А никого не судите. За эти слова придется отвечать. И отвечать уже, прямо говорится, с бесами вместе. Патриарх ищет защиты. Он не говорит об этом от монахов. Пап, его сейчас трепет со всех сторон. А он ничего плохого не сделал в этом вопросе. Уже католичное все. Какое крещение, посмотрите, с этим-то как соглашаетесь-то? Бритое все. Да наш, патриарх наш, говорю, то есть, вот он сидит. И он с папой-то рядом встречался-то, он выглядит так как. И отвечал на вопросы. Он нисколько не глупее папы. Их он выглядит-то несравненно импозантнее. Николай Ратников. Он попустил для вашего уровня и поврежденности. Вам еще, ее еще понимать и понимать, или святую жизнь и очищение. А вы возгордились мозгом. А если мозг заболеет, это про вам? Это я не знаю, он говорит мне или к этому, кому говорит. Ну, что-то тут я говорю, тут надо посмотреть где-то. Ну, что я на это могу сказать? С пересятниками этими, с ягодистами и свидетелями Егорова. Вчера один заходил, беседовали, как он с ними беседует. Вот так. Так, Александр Русский, цитата. Предлагаем вашему вниманию творческий вечер русского православного писателя Юрия Воробьевского. Масонство и священная история, которая состоялась 4 марта 2016 года в городе Москве. Так, ну, показывает такие ролики. Вот опять ролики идут. Ну, и что я должен? Отмечать или что-то? Мне это известно, я этой теме слишком много посвятил. Слишком много. Вот. Сейчас я покажу наш, наша страница, вот в моем мире. Посмотрите, где фотографии. Сколько фотографий? 18 862 видео, 2732. Это все мы с этого переносим сюда. Вот наш, это, видеоканал. Вот он где. Посмотрите, тут больше 4200 примерно наших роликов. Сколько просмотров? 2 миллиона 221 тысяча 926 просмотров. И сколько подписчиков? 3 тысячи 100 подписчиков. Ну, то есть маленько знают где это, находят. Каждый день у нас 5-6 роликов выставляется, находят. Вот. Ну, это что сказать? Все. Я не знаю, по времени-то охота заняться дальше. Ну, тема войны. Ну, сколько будет? Давайте начнем. Тема война. Справка в районкомат района города. Вот что писать? В военкомат, как писать? Чтобы тебя знали, что ты воевать не будешь. Являясь прихожа. Кроме того, как христианин, я не имею права приносить присягу в ее в современном виде, поскольку она построена в форме клятвы. И в ней прямо присутствуют слова «клянусь», «клянусь». А Господь, наш Иисус Христос, прямо запрещает всякую клятву. И дальше вот это. Это мы пишем на бланке церковном. Батюшка расписывается, что человек действительно член церкви. И нужно унести хотя бы за полгода военкомат. Что ты согласен слушать альтернативное. Читай. О том же говорят святые отцы о православной церкви. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий и многие другие. То есть клятву не принимать. Дальше. В связи с вышеизложенным свидетельствую, что я имею право служить в армии, но только по гражданской специальности, санитарам, подсобникам и так далее. Не связанной с убийством людей. То есть не заряжающим, не корректировщиком огня и так далее. А также не принимая присяги. То есть исполнять службу, которую принято сейчас называть альтернативной. Право на которое гарантируется и государственными законами. Ну у нас все это, которые в армии идти, пишут это. Их вообще не призывают. Никого. Согласно Конституции Российской Федерации принято 12 декабря. Вы дальше посчитайте, что какая статья. И дальше согласно федерального закона. То есть мы ничего тут противозаконного не делаем. Все. Гражданин Российской Федерации в случае... Если его убеждением или расповедованием противоречит нанесению военной службы, имеет право на замену ее альтернативной гражданской службы. Все. Вот на бланке печать ставим, и люди относят эту справку. А теперь давайте. А я вам говорю, любите врагов ваших. Все. Начинаем. Кровавая, больная, веками однобокая и ложно толкуемая эта тема эта. На всей земле одно семейство Адама. И оказалось, что Каину помешал родной брат Авель, которого он и убил, пролив первую братоубийственную кровь. Ну дальше считайте, какие места. Вот. Деяния и третья книга есть. Дальше. Все мы братья по происхождению, а некоторые и поверим во Христа и Иисуса. А дьявол, человекоубийца, клевещет всем друг на друга. И дальше какие места просчитать? Я выделил, видите, курсивом, жирным, красным, отдельно. Дьявол клевещет и для чего? Чтобы люди убивали один другого, уподобляясь дьяволу. Причина к убийству разная. Завладеть чужой честью, имуществом, землей, женой, или защищая все это, или желая властвовать. И до Христа были воины, и поныне они также уносят миллионы жизней. В христианстве хотя бы как-то видны изменения от Нагорной проповеди во всем, о чем говорит Спаситель. Во всем, кроме войны и убийства. Тут все остается так же. И Спасительный Крест Христов призывает уже не к нанесению, несению скорби и страданий, а к убийству. Только нужно это изображение Креста изобразить на своем боевом знамени, а потом и награждать крестолюбивое воинство, в кавычках, георгиевскими и другими крестами легионеров, христиан и язычников. Шесть раз сказанное сыном человеческим, а я говорю вам. А я, то есть, так было, а я говорю вам. Поворачивайте, люди этого как будто не видят. Как будто и не говорено нам о гневе, о клятве, о ненависти и убийстве. Все остается как и было. Придумали, что враги разделяются на три части, и одних нужно любить, других ненавидеть, третьих уничтожать. Это Филарет Московский сказал митрополит. И выходит, что самые опасные враги, это враги земного отечества. Екклезиас 3.8. Время войны и время миру. Время евангельской проповеди, время христианства, когда иная война, без меча и без копья. Поэтому вот это прочитайте, что написано. Вот какое место написано дальше. Война. Война есть бич Божий, наказание за грехи народа, священников и вождей. И дальше прочитайте вот эти места. На разогмоне, левит. Вот так. И дальше. Если человек отрекается от закона Божия, то меч пожирает его по повелению Божию. Вот оно, прочитайте. Исайя говорит. И никакая сила в мире не спасет человека. И опять два места писания я доказываю, показываю, откуда берется. Прочитайте. И не ученые прапорщики будут побеждать хваленых генералов. Как Щипаев. Дальше. Иеремия говорит об этом. И напрасно будут тогда просить благословения патриарха, чтобы погубить безбожников лютых. Вот. В два места писания. Смотрите. Иезеки и Илья. Плащ Иеремии. Ибо опираются на меч, а не на Господа. И вот наши места. Амос. И? И умрут все грешники от меча, и пастыри исчезнут. Вот. Захария что об этом говорит? Со своими благословениями справедливой войны, в кавычках. Вот. Малахия об этом говорит. Бог говорит, я проклинаю все это. Когда путь человека и народа угоден Господу, Он посылает своего ангела и с мечом, число 22-23. Чтобы защитить даже ослицу и убить негодного пророка. И сам Господь бросает камни с неба на врагов. Иисус Новин 10 глава. И даже лес погубит больше, чем воинское оружие Второе Царство. Молитва, раскаяние со слезами и войско врага в одну ночь окоченело в смертных мучениях без единого выстрела. Четвертое Царство. Исайя 37 глава. Ну, 140 тысяч. Ангел махнул мечом и все кончилось. Вот где, прочитайте. Ибо и Господь обращает меч одного врага на другого, судя 7 глава. Где это написано? Ибо Бог спасает не луком и мечом, ось все первая глава, и, но духом от уст своих откровений, первая глава. Да, что где это написано? Премудрости Соломона. К евреям. В руке Господа. Все концы земли и в его власти не допустить рождения Мама и Гитлера. Но когда люди согрешают, то меч призывается на них, Еремит, воспитая глава. И по кругу земли разольются страшные войны. Не называй местописание, не трать время. Мечи, летающие снаряды, ракеты, и кто отклонит меч, и все нации пойдут на нас. И не мечи, не орала, перерекуют соседние государства, но серпы на копьи, и орала на мечи, чтобы отомстить за отступление от Бога. И на повеленом перешагивая через ветхозаветное состояние, а я говорю вам, взять меч духовный, который есть, Слово Божие. И тогда ничто в мире не отлучит от Христа, даже война. Или отказ воевать плотским оружием. Бог силен, Бог сделает так, был сделан так, что при казни Патита, тело его стало твердым. Житья святых. Как железо или меч сделался, как воск от удара в шею. Эмилиан, когда мы верны к Христу, то твердость наша будет, как железо, а сердце врага сделается, как воск. И такое бывало. Но если Бог допустит, то и омофором во время литургии задушат еретики. Павел Исповедник. Так было. В Ветхом Завете врагов из закона и достойно похвалы убивать было. Послание Афанасия Камону. А я говорю вам, благословляйте, проклинающих вас. В Новом Завете, даже спустя три века и более, святые отцы еще удерживались, даже при христианских царях, на той ступени, где убийство на войне было и непохвально, и незаконно. Василий Великий Восьмой Квадр. Вы дальше прочитаете вот это место, что Василий Великий в 13 правилах говорит. Вот оно, здесь. Дальше. Толкователи канонов. Вальсамон и Зонара. Согласно замечают, что предлагаемый Василием совет вообще не был употребляем в действии как по неудобству, так и по уважению в начале всего же правила, изложенным сноском под правилом. То есть, если на войне был, убивал, на три года отлучается от церкви. Но его не применяли никогда. От кого неудобством? От того, что действия воинов несовместимы с созванием христианина, а царю христолюбивому никак не обойтись без христолюбивого воинства. Неудобно от сравнения с учением Евангелия. А значит, и неуважительно будет ко всем, кто бледет интересы отчизны, царя. Как же на три года отлучить от причастия их? А значит, и тех священников, которые были на войне, и тех, кто их послал. А значит, и царя. И по неуважению ко Христу, к Новому Завету и к Евангелии пусть уж воюют. Когда нет покаяния, тогда война в ворот. Тогда против вас рождаются гениальные военные стратегии Чингисханы внутри страны Карабахи, Чеченя. И все друг против друга в смутное время. И тут ИГИЛ, тут и Украина. Все против тебя пойдет. Почему же явление креста на небе не было понято так, что вот любовь Христова зовет нас евангелизировать вражеские полки? Полки. Полки. Его верховный штаб, их царя. А было чисто по-язычески и понято. Крест, изобразительность на знамена и новые крестовые походы уже пошли против православных от католиков. Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство. А потому и убийство на войне. Видите, это все скрывают от людей. Церковь скрывает. Так, во втором веке перешедший в христианство философ Татьян свертает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потом и почетный поицкий венок считает непрестойным для христианина. То есть награды какие-то. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климет Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген. Прилагая христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекрыт мечи на плыги, копья на серпы. Он совершенно определенно говорит. Мы не поднимаем оружие ни против какого народа. Мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира. Отвечая на обвинение цельсам христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так, по мнению Цельса, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Это все так же говорят. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками, и не пошли бы даже в том случае, если бы император к этому их принуждал. Вот Георгий Победоносец, он воевал. А где воевал-то? В захватнической армии, у самого страшного гонителя Диоклетиана, святой. Католики его деканонизировали, вообще выкинули из святых. Также решительно высказывается и Тертулиан о невозможности христианина быть военным. Не подобает служить в знаку Христа и в знаку дьявола, говорит он про военную службу. Крепости света и крепости тьмы не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам господь? Неужели можно упражняться с мечом, когда господь сказал, что каждый, взявшийся за меч, от меча и погибнет? И как будет участвовать в сражении сын мира? Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Безумствует мир во взаимном кровопролитии, говорит знаменитый Киприан. И убийство, считаемое преступлением, так когда люди совершат его поодиночке, именуются добродетелю, если делается в массе. То есть, если все вместе пошли, убили там сто тысяч, это нормально, все хорошо, победили. А один, если пошел кого-то убил, это нельзя. Преступникам приобретает безнаказанность умножение ярости. Это святой Киприан Карпагенский. Почему это нигде не говорят? В четвертом веке Лактанций говорит тоже, не должно быть никакого исключения в заповеди Божией, что убить человека всегда грех. Носить оружие недозволено, ибо их оружие только истина. Лев Папа, когда грозила гибель Риму, вышел Катили, предводителю гуном, и варвар, увидев двух ангелов возле первого иерарха, и отступил. Видите как, это отселен, что не верит в это патриарх? Ни милиция, ни чекисты охраняли митрополита, будущая патриарха. Покоряйтесь народу, ибо с нами Бог. Так поют, но так ли это? Чудо открыто. Вот патриарх, и у него там 8 машин, и везде-везде расставлено, и надпись «Кирюша совсем не верит Бога, не надеется на Бога». Чудо от принесения иконы Владимирской было несколько раз. 21 мая и 23 июня, 26 августа. От Махмед Гирея Крымского хана в 1521 году, от Ахмад хана в 1450 году, и от нашествия Тамерлана в 1395 году. Вот описание это по житиям святых. При благоверном князе Василии Дмитриевича II до 1389 года, Киприан Агарянский, царь монгольский, завоеватель Тамерлан, поднявшись с востока, покорил много стран, взял елец, умертвил многих христиан и похвалялся взять всю землю русскую и скоренить веру христианскую, направлялся к Москве. Это написано, где какая страница жития за месяц август. Сопротивление было настолько бесполезным, что о нем и не помышляли достойно, но открыли все храмы, и день и ночь шли молитвы ко престолу Божию. Объявлен был пост, как в Неневии. Тамерлану же, когда была перенесена в Москву иск Владимира икона Божией Матери, был тревожный сон. Он метался в постели всю ночь и утром рассказал своим вождям о страшном видении на небе женщины необыкновенной красоты и с нею мужей, и как ему грозили они, предвещая в случае его похода на русских смерть. И хотя его никто не преследовал, он бежал в страхе, ядовя друг друга, его войска бросали оружие и оставив свою добычу, поражаемую без пролития крови. И пусть его против давнего врага России Астраханского хана, которого он разбил и сам внезапно где-то умер, и все войско его, как вода, ушла в песок. И через 85 лет летописец пишет, «Нет ни оружия, ни мудрость человеческая, но сам Господь спас ныне Россию». Вот и все, никакой войны не надо было. Советские историки, не умея никак объяснить отступление Тамерлана, этого железного храмца, вычеркнули его вообще из истории. Мы же считаем, что военная стратегия тут не помогла, но тот, кто правильно судит и воинствует, тот дарует непобедимое оружие своим свидетелям, он один покоряет под ноги христиан сатану и его служителей. Дальше прочитайте вот эти места, которые есть. Вот оно. Прочитайте. И дальше. Вот оно идет. Еще прочитайте. Вот какие места я взял. Маковейска. Все это можно увидеть. С неба всадники и крест в душе. Дальше. Где это написано? Никита, 15 сентября, Константин, 21 мая. «Когда же путь народа Божия не угоден в очах Божьих, то ни иконы, ни ковчег не помогут, но побудут в руки врага». Вот откуда написано? Первая глава. Пятая глава. «Борис, второй мой, бесы боятся креста, но злой человек и креста не боится». Корнилий Игумен Псковский 20 февраля вышел навстречу Ивану Грозному. Он же, приблизившись, выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом. И этот сын убийца, еще до Никона, то есть старообрядец, называется благочестивейшим защитником православия. Таких лютых не было и у еретиков. «Меч не пригоден для защиты даже за Христа. Вложи меч в его место». Ответ 26 глава. «В его ветхозаветнее место. Отныне же, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Христос навеки убрал меч из рук своих последователей, но враг не может нас пленить. А я говорю вам, плен, как и война, тоже есть наказание за грехи наши». Вы дальше прочитайте вот эти места, вот какие, Парарапаминон, Первая Езра, все к месту относится. Без этих еще дальше. «И для согрешающих, живущих, нераскаянно плен будет продолжителен». Вот так. Прочитайте об этом. Дальше. «Плен же святых не страшил». Вот еще места Писания, которые четвертое царство. Посмотрите. Наум. Другие пишут, что… «Это все имеет силу для тех, кто верит в будущее царства Христа, которое будет во веки веков. С позиции вечности все выглядит иначе». И показано, как иначе. Прочитайте вот эти места из Святой Библии. «Из плена выводили не войсками, ни силы оружием, ни благодатью, данной от Бога святым. 12 июня Петр Афонский обещал монашество уйти, вывел его из плена Святой Николай. 4 ноября Янники Великий вывел не раз из Болгарии пленных невидимо, и однако святому сему много или посвящено храмов. 11 мая Меф Мефодий выпросил 900 пленных. 25 июля Макарий Желтоводский отпущен ханом и с ним 400 человек. 11 декабря Никон Сухой Печерский не пожелал из плена выйти, и Бог Цепяка доставил его из плена. 23 апреля Григорий Победоносец, юноша из плена от Сарацин доставлен. 28 февраля Лев Епископ подал себя в плен за трех больных пленных, но в пути сам заболел и был усечен». «Упал, попристрелили и все». «И хотя жития святых, как доказывают, были стилизованы под существующих правителей из Трой при Дмитрии Ростовском, но и из этих жизнеописаний видим, что воины-христиане были в войсках языческих императоров всегда во все времена уже с начала II века. 6 сентября Рамил в войсках Трояна было обнаружено 11 тысяч христиан». «Вот, понимаете, не хотели работать или что? Годители, и у них 11 тысяч христиан было. Какое было учение-то? Это уже, считаю, во II веке уже все было». «Не будем же говорить, что языческие деспоты, все бывшие гонителями христиан, были честны и ввели освободительные однезахватческие войны. И приходится признать, или все же были, это не христианские специальности. Быть наемным военнослужащим или слов Христа «не убей, не клянись» не было. 11 ноября Виктор, христианин, воин, узнали о том, что только тогда, когда его послали истреблять христиан, и он отказался это исполнять, а воевать это не возбранялось, считать за врага и убивать того, кого и в глаза не видел в Датоле, и только потому, что это повелел языческий военачальник. 10 октября, феотеками. Среди воинов было много христиан. Это я из жития святых выписываю все. 30 мая Исааки Далматский, Бог воздвиг варваров с Дуная. Бог. Были ли тогда отказники, которые понимали бы учение Христа так, как Господь изрек в своем учении? Вот несколько житий святых. И они скрытые все, эти жития святых. Вот эти. Александр Македонский, Сергий Радонский благословил. А вот почему это-то не считается? На равах она одна то и другое. Это скрытие, считаем. 7 ноября. Ерон, царствование Диаглетианом, одного из злитейших гонителей христиан начала 4 века, повелел и записать в войско всех годных к военной службе мужей-юношей. Но и Ерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с удалопоклонниками. Ночью блаженному Ерону явился некто, одетый в белой одежде, и возвестил ему коротким и полным любви голосом. Спасение, Ерон, благовествуя тебе, правым путем идешь ты, так как ты идешь подвизаться за Царя Небесного, и не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать. Это в кавычки взято, прямо взято из жития святых, совершенно замазанное, никому не говорят. Дальше. 21 апреля, страница встречалась в мученик Феодор. Вместе с другими юношами был приведен и Феодор, на военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак формы надел. Но святой Феодор немедленно бросил ее с себя, сказав, «Я знаменован от чрева матери моей, немым небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». И был казнен. Вот так. Почему это не говорят? Вообще нету? 3 февраля Роман Угличский не хотел сопротивляться Батыю, не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изверения покорности татарам. Это кавычки взяты, то есть оттуда, из жития святых Дмитрия Ростовского. 19 августа Андрей Стратилат. Андрей был тысячоначальником, полковником. От него уверовало 2593 воина. Когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. Это буквально выписано, скопировано из жития святых. Это все скрывается от православных. Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря, «Господи Иисусе Христе, прими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои». Когда они так молились, их на истек селевк со своими воинами, обнажив мечи и заскрежеветав зубами. Они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивые агнцы, отдались убийцам своим назакланием. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи, и воины селевка, без милосердия посекая их, в короткое время всех истребили. Две с лишним тысячи трупов. Пострадали воскресный день по второму часу дня. Вот где написано. Страница 236. Тего, что известно из истории церкви. В честь отказников от службы нет поминованных храмов. Вот так. Нигде. И может остаться, что и никогда не было. А чего же так? Не потому ли мы, что и память о них не торжественно отмечается, и народ об их житиях не знает ничего, и как бы и не было таких святых, но бесчетное число раз повторяются только те подвиги тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя. Даже явным безбожникам нравятся отступники те. Я теперь делаю выбор статистики. Посмотрите. Вот как выглядит по статистике, по списку. Прихода русско-зарубежной церкви в 1090 год. 335 храмов и часовен. Различных названий 78. То есть по разным-разным названиям таких храмов 78. Из них Никольских 42, Покровских 30, Свято-Троицких 18. Ну и дальше перечисляйся, прочитайте. На первые 8 наименований, составляющие 3%, приходится 153 церкви. То есть 1 треть храмов. И еще святся примерно 745 мужских имен в память святых, а храмы всего лишь в честь 39 имен. Понимаете, такое исследование провел. Это же и в России на 20 тысяч храмов. Та же арифметика. Гамма, спектр имен, в честь кого названы храмы, не увеличивается и даже более скуден. То есть только в честь 5% мужских имен мученика называется храмы. Честь отказников и Иерона, Феодора, где эти храмы? Женских имен посвятцам 250, а храмы названы в честь 12 святых, то есть те же 5%. А 95% невостребованы, забыты, незнаемы народом. Это кто-то умышленно делает. Чтимы в России икон чудотворных 301, а известны 210. А храмы названы в честь только 7 икон. Почему? Вот так. Раньше на Руси употреблялось около 272 мужских имен при наречении детятей. То есть сколько посвятцам, а сколько называли? 36% от всех имен посвятцам. Вот как много было. Женских употреблялось около 103 имен, то есть около 44% были в употреблении. Ныне же в употреблении едва ли 55 мужских имен, то есть 7%. А у женщин едва ли 45 имен в ходу, то есть 18% от общего их числа. Из известных имен архангелов 9 в названии храмов включается только один – архангел Михаил. В честь Гавриила очень редко, а в честь и Гудеила, и других – где храмы? Почему и кто все так однобоко, ущербно, называя и навязывает людям? Как в жизни, так и именно батюшек. Везде Николай, Александр, Владимир, Михаил, Иваны, Петры, Василии из народа же выходцы. Так и почитание святых и их дел. Вот почему безбожники постоянно муссируют только один – подвиг святого Сергия Радонежского. Благословил на войну с татарами за независимость Родины, дал двух иноков на войну. Хотя это есть прямое нарушение канонов Церкви. А дальше почему? А вот прочитайте, какое нарушение он сделал. Его надо было извергать Сергия оттуда, наказывать. Вот оно правило. А дальше учиненным, единожды… С Девклиром и монахом определили жизнь. Вот так, это уже Шестой Вселенский Собор. И всех безотказаветных святых дьявол спорил только об одном теле – о Моисеевом. А почему вот эти места Писания? Посмотрите, Иуда. Почему? Вопрос. Почему? Одно из толкований говорит, за бывшее убийство египтянина он не достоин доброго погребения. Из новозаветных русских святых подробные мы видим только на двух святых. А на Святом Сергеем Радонежском Рерихе называется перевоплощенным Сергеем Радонежским в их телах якобы его душа. За что? Не за то ли благословения, в кавычках которого, как говорится, в тайне святых, и не было, а только Святой Сергий, наклонившись к князю Дмитрию, предсказал о победе? И только изображение Святого Александра Невского помещено в масонскую пятиконечную звезду в ордене Александра Невского. Только он и никто другой. Почему? Из-за кровли пролитую, человеческую. Святой Александр Невский… Когда он жил, канонизирован. В 47-м службе к святому составили инок Михаил и Архимадыд Викентий. Первый храм в честь благоверного князя воздвинут около 1630 года в Москве. Дальше. В настоящее время в каждом городе обширной земли русской существуют храмы и часовни, посвященные Александр Невскому. Как развивается? Как это? Ну все полазается. Реклама дается. Только с 1789 года по 1880 годы написано различными авторами 27 книг жизнеописания этого защитника земли русской. Ничего нового не было. А все врали и врали, добавляют и добавляют. И святые воины, не за воинские подвиги, прославленные церковью отнюдь. И не было в их жизни от юности возлюбил есть и Христа. Да не правда же это. И понятно, как сердце патриота возмутится, слыша это. Ему поблазнится кощунство в этих рассуждениях. Но без гнева и сомнения поднимите руки к Богу, если они не в крови одобрения и совершения убийства. А грех одинаков и на том, кто убивает, и на том, кто благословляет на войну. И на том, кто просто считает, что нужно против плоти воевать, убивать людей по другую сторону баррикад. Убивать тех, кто не так верит и не с той стороны границы стоит. Ну и дальше. Первое царство прочитать. Вот эти места прочитать. И дальше. А следовало бы сказать в каноне святому Александру. Вот так надо написать было. От юности был патриот земной родины, и от юности возлюбил Еси воинское дело, любя независимость своей любимой земной родины, и одержал многие земные победы. Но в скорбный час смерти отрекся Еси от всей суетной славы, приняв ангельский чин и ныне заступник земли русской, пребываешь пред престолом Господа Саваоха. Вот так надо было написать. И дальше Ева говорит, надлежало ради Бога говорить неправду. Подражает душа житиям. Евдокия, 1 марта, Камит, Аврелиан, глава администрации, не мог подпустить к тогдашним ОМОНам стены монастыря. Молитва святой привела их в столбняк на многие часы. В скольких житиях видим, что святые после смерти спасали попавших в беду. Сам он гурий 26 октября Дмитрий Солунский гнал врагов от города после смерти своей. 24 ноября Меркурий по молитве Василия Великого киот иконы оказался пуст. Через некоторое время образ его был в киоте, но с копья копала кровь. А в это время в ставке Юлиана отступника некий воин поразил вниз живота гонителя христиан. И тиран успел лишь сказать, бросив запекшуюся кровью в небеса, ты победил, галилеянин. В нескольких житиях звери, львы, медведи спасали верующих, или невидимая сила возносила их из рук мучителей, или ослепляла врагов, или бросаемые камни святых поражали самих мучителей. И пламя, которым жгли бороду Харлампия, повернуло на врагов, и 70 из них попалило на смерть. Такое гипертрофированное почитание двух-трех святых и пренебрежение 1500 прочих по совести ли это? Разве повелено смотреть на кончину только святого Александра Невского и святого Сергия Радонежского, а не на всех ли святых наставников? А ведь всюду прославляются самые сомнительные и, может быть, даже никогда не бывшие в действительности поступки, или те, за которые, как подавшие столь длительный многовековой соблазн на пролитие крови, смотрят ныне сомнением. А я говорю вам, не убей. Ну дальше эти места прочитаем. Езра что говорит? Когда Евангелие явилось на землю, то в Иудеи, зависимые от римлян, назревало народное восстание. Вожди народа готовили свержение римского гнета. Это разразится бурей и кровью, и пылью до неба в 70-х годах. Почему же Христос и апостолы нигде не призывали становиться в ряды зилотов? Зилотов? Зилотов, тогдашних революционеров, народных мстителей, сикариев-книжальщиков из-за угла, чтобы освободить родину от захватчиков. Почему Христос не заповедовал дух патриотизма, не вооружил учеников, чтобы освободить свою перечистую матерь, дорогую родину от вражеского плена? Патриот – это человек, любящий свое Отечество, преданный своему народу. Какое и где наше Отечество, христиан? Вот от которого именуется всякое Отечество на небесах. Отец наш Сущий и Его на небесах. Чем же святится имя Его? Согласно 13 правилу Василия Великого, у воинов рук нечистый, и они отлучаются на 3 года от причастия. За сколько убийств? За убитые в очереде дитя женщина для 10 лет отлучается. Святой Николай Касаткин в японской войне в 1995 году сказал в своей японской пастве, молитесь за победу японского оружия. А сам закрылся в своей комнате и очевидно молился за победу царя русского. Чья молитва была тогда победила? Кого Бог услышал или чья молитва была во грех? Первое Иоанна нужно прочитать, теперь прочитать нужно с Иерахом, что говорит. Один молится, другой проклинает. У святых, начиная от Авраама, пока не было границ своей земли, Отечество было только на небе. Вот они места, какое указывается евреям. Для святых пророков свое Отечество было и враждебно, и они молились даже о сдаче врагу без боя, а лжепророки горели духом патриотизма, погубили и себя, и страну, и народ. Иеременда с первой и далее. Как бы назвали сегодня Савла, который слышит некий голос, ковырящий к нему? А никто более не слышит это, не шизофреник ли со стажем? И Еремия, не враг ли и не предатель ли был для патриотов тогдашних, бросивших его в рог с грязью? Где те лжепророки-патриоты, наполнившие эфир предсказанием победы? И только Михей, сын Иемлая, как Исааки и Далмацки в будущем, окажутся один прав, а все те патриоты и имена их забыты? Не потому ли шолоха удивляйство лжепатриотизму выводит? Патриотизм – это последнее убежище всех негодяев. От каждого котелка, как от червивой собаки, заверсту воняет патриотизмом. Земной патриотизм ведет к национализму, высокомерию и шовинизму. Лжепатриотизм, естественно, впадает в антисемитизм, русофилиство и русофобию. Небесный патриотизм – жертвенность, полная отдача всего на алтарь евангелизации своего народа, в непрерывной молитве о духовном попробуждении этого народа, чтобы проповедь и богослужение были на родном разговорном языке, понятном любому простолюдину. Воспитывайте против патриотов духа, ибо сегодняшние лжепатриоты готовят новую кровавую баню своему народу. Соль, потерявшую силу, то есть полностью мирская обморщенная церковь, руководимая невозрожденными пастырями, приучат прихожан к лжесмирению, лжепослушанию, когда слушают не Бога и священное писание, а коростолюбивых и трусливых, прошедших на полное подчинение мирским властям. Не знаете, какого его духа, Лука 9 глава? Это и к тем, кто дает клятву присягу, к тем, кто, дав ее в неверии, все еще не отрекся от нее в письменном виде в военкомате, у веры принесшего духовный меч, а не позорный мир с замыслами сатаны. Ибо враг душ наших день и ночь левещет на Бога и на людей, вкладывает оружие в руки малодушных и посылает воевать. Спрашивает, а что же тогда делать, если нападают разбойники на тебя или на дом твой, на родину твою, на таких стоять, опустив руки? Нет, не опускать ее, поднимать к Богу руки. Поднимать надо. Дальше. Предпринимаем все возможное, что только не сделает тебя убийцей. Василий, 55 правило. Убийца есть и тот. Вот он дальше такой убийца. Прочитайте вот это место. Это правило Василия Великого говорит. Оно большое правило. Вот прочитайте его. Тормозните и посчитайте. Как налагается эпитемия. Это Григорий Ницкий, 5 правило. Вот оно где заканчивается. От разбойника можно убежать, звать на помощь и обезоружить. Иларион прятался от них. Иларион, Епифанией. Ну, прочитайте вот, какого числа и что делали они, как бороться с ними можно. Прочитайте просто места. Это выборка из жития святых. И много дальше. Каринфины. Дальше. Какие святые и как относились к этому? Просто посмотрите, это слишком много считать. Это из жития святых я выбрал. Господь мне позволил все это найти. То есть, Бог выдвигает человека к себе и дальше до него наступается. Сегодня не верят в это совершенно. А я говорю вам, то есть, новое совершенно противовес иначе, чем было сказано жившим в древние времена. Там, поразив врага на подступах границы, обманом проникни в их стан, отсеки голову и начальнику. А я говорю вам, молитесь за обижающих. На кроме голодного врага утоли его жажду. Люди мира, патриоты земного отечества скажут, это предательство, разложение армии, гибель нации. К чему мы придем? К чему мы пришли и видим, ибо делали все вопреки нагорной проповеди Христа. А как будет, если в Духе Святом жить? Этого не видели, потому и кажется, это, а я говорю вам, неисполнимым утопией, потому что эти христовые заповеди не для невозрожденных номинальных христиан, а для рожденных свыше. Верующему все возможно, ибо с распятия Христа наступило тысячелетнее царство его на земле. И дальше прочитать, где вот эти места, Библии, пророки, какие говорили. Рассуждая о прошлом России, видим, не будь ею захвачено столько земли, на которые жадно смотрят полтора миллиарда соседей с юга, и нет сил освоить, обиходить, защитить, удержать эту одну шестую часть суши. Да могло ли быть состояться торжество дьявольского учения сразу на таком пространстве? Ну, как 17-й год. Удваивали территорию и до Аляски. И кому это досталось, когда пришел час выбора? Узнаешь про ГУЛАГ. И не страшен и Пилат. Ищут причины крушения царя, России и церкви, врагами нарицают врагов видимых. А главные враги всей беде мы сами не учили народ Евангелию. Вскрыли за церковнославянским, сакральным в кавычках языком Христа. И когда пришел Антихрист, новые церковные деятели провозгласили его Мессией и учение его непротиворечащим Евангелию. И снова стилизуется вера под запросы генерального курса партии, благословляется в христолюбивых кавычках воинство гибнуть. И как на старой картине, на бранном поле среди трупов проходит Христос и распростержи руки говорит, а я говорю вам любите друг друга. Апостол Павел любил свой народ так, как до него лишь Моисей. И дальше вот это что было, вот здесь, земля Господня, что наполняет, и вот эти места, прочитайте. Вот это тут выдержки все. Дальше еще тоже. Кто иначе понимал об Отечестве и думал защищать его оружием плотским? Думал ли он, будучи царем, что и для него будут отлиты на него в заводах военные пули и штыки, разрывающие нежно их тело? Взявшие меч от него и погибли. И не скорбят ли они в небесах от такого поворота событий, от неправого понимания патриотизма и Отечества, ими и всеми, кто непривратно толковал им эти понятия от мадости? Я царе Николаев Втором говорю. Какой бы враг ни наступал на нашу плоть, сделает ли он хуже того, что делал Давид? И вот что делал Давид, прочитается. Просчитайте здесь. Вот они места Писания. Внимательно считайте. А я говорю вам, кто защитит себя, если Господь уже издал указ о гибели Третьего Вавилона, Москвы, о гибели войск царя Северного, и кто удержит меч Господа от крови? Проклят, кто делал Господь, и делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови? Но ни в одном действии здесь на земле, ни в одном правиле жизни, ни в одной обязанности гражданина, сатана, не делает такого лютого насилия, как в обязанности воинской, что все обязаны покляться отдать жизнь за родную, коммунистическую, фашистскую, народную и прочая жизнь до последней капли крови. И если кто не согласен, расстрел тому. Комиссарий Дьявола Нежного описывается по документам о расстреле всех, кто по религиозному убеждению не пошел убивать людей в гражданскую войну, а призывает в армию якобы для того, чтобы защитить мою же жизнь. Мне не нужно, чтобы меня защищали. Не хочешь, тогда остановись к стенке. И дьявол есть лжесть, и человек-убийца от начала. И дальше, почитайте. И что же, объявив, что все пятьсот божеств, лористские... Христиане как это все? Призывали? Не оружие, а что? Самого Бога. И победили всю вселенную без оружия, залив ее кровью мучеников, то есть своей кровью, которая стала семенем христианства. И если Давид не видел праведника, оставленного без хлеба, то тем более подаст вскоре помощь всем верующим в него, хотя и медлит. И ты не увидишь праведника без защиты. И не просто дьявол принуждает проливать чужую кровь людей, которых ты до этого не видел, а даже если никогда не был в этой гористой местности Афганистана или Чечни, но тебя туда толкнули, обязав сделать смертный грех принести клятву, запрещенную самим Господом Богом. Вот это о клятве. Вот прочитайте эти места. Сейчас мы посмотрим. Время уже много, но я за грань зашло. Прочитайте вот это вот, что нам Господь говорит. А я говорю вам, не клянись вовсе никак, клятва присягой возбранена, и особенно на зло. Ну вот почитайте, что отлучается, на сколько лет от церкви. По учению Яна Златоуста Василия Великого любая клятва категорически запрещается. Вот оно где. Вот Ян Златоуст об этом как говорит. Какой том, какая страница, вы поймите, какая работа здесь проделана. Клястья не следует нигде. Вот о клятве. Это Ян Златоуст. Вот. Какой том, какая страница. Еще православная называется. Сегодня кто отказывает, там священники сидят в военкомате. Только ссылка на одного Златоуста частична, ибо у него в сотни раз больше того вместо абсолютно всякую клятву запрещающую. И все, если все же дал ее, то в письменном виде откажись от нее, уверен во Христа и приняв святое крещение, и все бывшее будет смыто кровью Христа. Клятва. Цитаты про клятву преступления из источников духовной литературы и писаний. Дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву, подвергается наказанию. Посему избегай того, чтобы клясться и несправедливо, и справедливо. Почему они берут это Нил Синайский святой? То есть скрыто, умышленно замазано это. Василий Великий. Клятва вообще запрещается. Тем более достойное осуждение клятва, данное в злом деле. Василий Великий. Преподобный Ефрем Сирин. Гибельная страсть человеке сделать клятвы привычными для языка своего. Не делай клятвы привычными языку своему, чтобы не умножилось твое на неведение, и вместо оправдания не собрать тебе кучи грехов. Ефрем Сирин. Соглашайся, лучше понести ущерб, нежели дать клятву, преподобный Ефрем Сирин. Блаконравным вовсе не нужна клятва за них. Наши клятвы, что прочитай. Григорий Богослов говорит, я просто продерну. Посмотрите, сколько святых. Это все скрыто в церкви. Умышленно скрыто священниками. Идите клятву и все нарушайте. Вас благословит Смирнов. На нем тысячи душ висит. И слушает его. Смотрите, что. Ну не может он выше этого сказать. Это все святые, что говорили. Иоанн Златоуст. О клятве. О клятве. Прочитайте. Смотрите, какие материалы собраны. Прочитайте хотя бы один раз. Дальше. Что об этом говорят святые отцы? Что Библия говорит? Дальше. А так как нет больше той любви, как отдать душу свою за друзейство, Иоанн Георгий Тайна 15, то не возбранено и даже удобряется пойти на поле брани, спасать раненых, выносить их и ухаживать за ними. Или за разными. Не желая временной жизни. Это наш христианский долг. Не жалея. Не жалея временной жизни. Это наш христианский долг, спасать людей, свидетельство им о спасителе, любя врагов и особенно тех, кто мучил нас более всего, коммунисты или фашисты, демократы или иные долбоклонники. Истинный христианин это пацифист до смерти и космополит по земному, но патриот по небесному, готовый душу отдать за свой народ, лишь бы евангелизировать души людей, привести их в небесное отечество, где нет ни плача, ни стона, ни воздыхания, но где пребывает жизнь бесконечная. Сатана, организатор и участник всех войн, призывает сегодня одних по угла своей жизни поставить борьбу за освобождение рабочего класса и крестьянства, других за свободное общество, за свободную экономику и так далее. И вот дальше прочитайте, что это есть. Книга Испирь говорит это. Из Апокалипсиса. Дальше что говорит архитрескоп Италий? Уже нет во всей вселенной ни одного правителя или правительства, которое управляли бы своим народом по милости Божией и благодати Святого Духа. Отнят от земли удерживающий помазанник Божий. Он ограждал нас от непосильного огненного искушения, которое сейчас обрушилось на весь мир в виде коммунизма и масонства. Господь, чтобы вывести наш народ из этого... Дальше прочитайте. Видите, как он много говорит про это? Прочитайте. Дальше. Со Христом или с демоном? Вот вопрос, как ставится. Кто думает воевать идти? В Корейской войне русский Сергий Радонский еще. Прочитайте. Тут совершенно нет времени. Я просто продерну. Материал так понятен где. А рез тут какое были. Места Библии какие говорят об этом. Третья книга Ездры. Когда помет человеческий будет до седла. В дерьме будут. Прочитайте. И тут есть стихотворение. Даже я написал. Напротив каждого из строчек местописания. Посмотрите. Кому нужно, тот посмотрит. Прочитайте. У нас время кончилось. Показать. А здесь теперь все места, которые необходимо еще раз прочитать. связанные со Святой Библией. Я сейчас продерну их. Ну и на этом конец. Смотрите. Надо подольше подержать. Говорю, чтобы отобразилось. Это я все выбрал. Не сразу. Это все надо было из Библии взять. Показать. Вот какие места в Библии нужно брать тем, просчитать, когда говорите, это военкомате или где-то знать на память надо. Хотя, вместо Писания заметьте, и тогда можете сами открыть Библию. Еще раз. Смотрите, сколько. Такой материал полный. Его нигде нет. Просто это у нас только есть. Он на нашем сайте, в книге к истинному православию. Когда будешь считать, это все ясное дело, что не можешь ты остаться без влияния Духа Божия. Господь покажет тебе, где наша война должна быть. Видите, сколько мест выбрано. Все. Тема закончена. Я только открою, если сейчас еще показать. Марианечка, чуть-чуть только показать немного. Хотя бы. Вот это наш видеоканал. Видите как? Вот он как. А здесь вот внизу. Жития святых на каждый день. Выходите. И вот это наш сайт. Здесь все есть. И проповеди, и вот ответы сколько есть. И вот эта книга к истинному православию, по которой сейчас считаем. И вот она где. И вот к ней вот так вот. Все заголовки пришли. А я говорю вам, любите врагов ваших. Вот она где. Я вот нажимаю, и вот она идет, то, что мы сейчас там засчитывали. Вот она все. Это местописание к жирным курсивам. Богу нашему слава. Во веки веков. Никита, благодарю. Спасибо, Христов. Слава Иисусу Христу. Спасибо. Спасибо.